Одним из основных вопросов на повестке дня был вопрос о назначении публичных слушаний Десногорского городского совета об исполнении бюджета Десногорска за 2018 год. Отчёт назначен на 13 мая, 17 часов 30 минут, в кабинете 325. Но на заседании поступило предложение перенести место слушаний из здания администрации в Центр культуры и молодёжной политики города для увеличения количества участников публичных слушаний. Предложение комиссии будет рассмотрено и о месте проведения сессии участникам сообщат заблаговременно. Приём обращений граждан осуществляется в администрации города с 9 до 17 часов. Обсудили на заседании и внесении изменений в решение городского совета о создании Дорожного фонда. Дополнить субсидиями из областного бюджета Дорожный фонд предложили представители администрации. «Добавить пункт следующего содержания на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий на квартирных домах города Десногорска». В результате появится новый источник доходов, за счёт которого будет осуществляться ремонт городских дорог. Большим плюсом является то, что за счёт этих средств будет осуществляться и ремонт придомовых дорог. Также обсуждались и другие важные темы. Налог на имущество физических лиц на территории Десногорска будет присмотрен. Это благоприятным образом скажется на налогоплательщиках города. Поставить в равные условия и организации индивидуальных предпринимателей предлагается, снизив ставку от кадастровой стоимости для всех с 2% до 0,8%. Внести изменения и в правила благоустройства придомовых территорий города также обсудили на сессии. Учитывать специфику и климат региона по уборке в разное время года. «Мы просмотрели, проработали правила благоустройства, сделали свои замечания. Нам вернули, после уже замечаниями со всеми. Наши замечания удовлетворили. Наш вопросов нет». Заседание было плодотворным и насыщенным. Обсуждали стратегии социально-экономического развития. Был зачитан отчёт контрольно-ревизионной комиссии. Эти и другие темы дня представители администрации обсудили с депутатами городского совета. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Десна ТВ.